Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы продолжаем играть в Метро 2033. У нас сегодня будет очень много, ребят, всего интересного. Огромное количество подарков пришло от вас, друзья, и мы сегодня будем в начале серии их открывать. Соответственно, будем прокачивать нашего персонажа уже до 8-го. Левела осталось совершенно немного и открывать новые локации, проходить новые задания. У нас, кстати, есть еще третий приезжий, нужно сегодня его победить будет на поверхности, а также мы посмотрим, может нам удастся еще какую-нибудь найти новую станцию. Ну что ж, поехали с подарков. Я буду открывать их в темпе, потому что их 56 пришло, мы сейчас быстренько их откроем. И первый подарок у нас от Ильи. Илья присылает еду. Михаил, Лиза, о, спасибо, спасибо большое, перстень, успешная торговля, спасибо. Дмитрий, перочинный складной ножик, так, отлично, Дмитрий, глаз прислал, спасибо, Женя, еда. Так, Айнур, у нас собрана коллекция, собрана коллекция крысы-мутанты, спасибо, спасибо большое, сейчас мы их откроем. Подарочек от Эмиль, так, Александр, глаз присылает нам, спасибо, Демид, Суслов, приветящее, спасибо большое, Артем. Компас, ух ты, Александр, спасибо, так, Арман, еда, призрачный гончик, коллега что ли, да, так, нормально, глаз прислал, спасибо большое, Павел, еда, отлично, Никита, Эмиль, ух ты, соратник, второй уровень, ты получаешь плюс один ко всем характеристикам, следующий уровень, получи и открой 500 подарков. 500 подарков, друзья, как вы думаете, как нам удастся быстро открыть 500 подарочков? Кстати, вот сегодня сухари подарил Эмиль, не знаю, их нужно сейчас есть в данный момент или нет, и еды, три штуки, аж спасибо большое. Эмиль еще дарит еду, Айнур, Влад, Кирилл, Демос, Демос, еще Компас, сухари, Илья, сухари, Михаил у нас, еда, Руслан, каша гречневая, кстати, ребят, с едой сейчас будем разбираться, то ли мне сейчас ее есть, то ли во время боя ее есть, я не знаю. Антон, Максим, каша присылает, так, отлично, Костя, спасибо, Руслан, ух ты, книга метро 2033, предметы из коллекции, так, отлично, Антон присылает еще сухарей, Максим, Хвост нам, так, присылает Максим, еще Эмиль, так, Коготь, спасибо, так, кто это был у нас сейчас, Эмиль, Вова, Владимир, Ярослав, и, соответственно, немножко у нас совсем подарков, Коля, боксерскую перчатку нам присылает для коллекционный предмет, и Демид, спасибо, Денис, Кирилл и Антон присылают еще подарочки, ух ты, бандитский набор от Данила, Кирилл и Кирилл присылают нам еще подарки от Антона, Женя, Михаил, ух ты, телефон, нифига себе, Крутейшн, так, Илюха, Дмитрий и Александр. Дарят нам следующие подарочки, а также Егор, Кирилл и Лиза, спасибо, так, большое, остается у нас последние два подарочка, это у нас от Руслана, это Балалайка, музыкальный инструмент и Никита, все, вы открыли 56 подарков, это просто обалдеть, обалдеть, спасибо вам, друзья, огромное спасибо, Давайте посмотрим, что у нас есть, собственно, тогда, вот это мне сейчас есть или нет, давайте проверим, я вот нажимаю на сухари, как-то они вообще, еда для чего нам нужна, посмотрите, насколько еды, да, может быть это во время, я не могу это никуда перетащить, я не знаю, ребят, пишите в комментариях, для чего она нам нужна, и может быть это в бою ее можно как-то использовать, если нас ранили, например, вот как-то так. Так, а также у нас упущенный шпион, нам нужно сейчас быстренько набрать авторитета у бандитов, погнали. Так, бой у нас начинается, шпион, мы быстренько, смотрите, валим прям на раз, у нас репутация у бандитов повышается на одну штуку, потому что она у меня упала, ребята, репутация. Так, репутация немножко у нас упала, потому что я за кадром проходил, так, где-то ее можно посмотреть, я уже не помню где, так, и надо нам ее заново, в общем, набирать. И у нас 50 хп, посмотрите, собрана коллекция крысы-мутанты, мы ее берем и меняем на 50 хп, подожди, да, 50 хп должно, задание выполнено, такая у нас в жизни здесь, не дня безопасного приключения, привыкай. Так, хорошо, есть 50 хп, прекрасно качаемся и вообще вполне возможно, что мы потом, так, я сейчас уберу, качнем сегодня в восьмой уровень, я не знаю, у нас получится, нет, но будем стараться, ребята. Так, вот, кстати, нам нужен вот такой вот противогаз, это первое, во-вторых, нам нужно добавить вот это агит-плакат для полной коллекции и нам не хватает подтяжки, ребята. У кого есть, скидывайте, мы откроем, посмотрим, что это нам даст. И, соответственно, вот еще, кстати, недособранный, это что такое, кепка, кепка. А можно попробовать еще что-нибудь, вот, например, у нас противогаз 200 хп дадут и, ну, к примеру, счеты, можно открывать следующие. Счеты, папка, набор ключей и блокнот, это нам даст 400 хп, это прям бы нам очень пригодилось в дальнейшем. Насчет питомца, ребят, пишите в комментариях, когда он появится, потому что у меня 82 еды для него, корма. Это все ваша заслуга, друзья, это все ваша заслуга, спасибо вам огромное. А также вот карта Павелецкого вокзала тоже под палатки торговцев, для чего они нужны. Ну, а, собственно, мы, наверное, сейчас отправимся выполнять следующее задание. Так, что-то у нас новое задание, какой-то стал кормить. Недавно видел между палатками щенка, потерялся, а теперь прячется там хитрюга маленький, постараясь его найти и приручить хорошей собаке в метро на вес золота. Ух ты, обыщите палатки, друзья, найдите потерявшегося щенка, вау! Давайте, ребят, попробуем. И сразу же мы, давайте сейчас сделаем выход на поверхность, мы завалим приезжего и потом будем искать щенка. Это же обалденно, это же просто великолепно. Так, у нас приезжий, посмотрите, какой он злой и опасный. Так, вали его, вали его, седьмой уровень, он промахивается. Отлично, отлично, первое попадание, первое попадание очень хорошо промахивается. Опять приезжий, посмотрите, этот гуль ужасный и очень-очень агрессивный. Он нападает, он просто нападает жестоко. Двойной проходит 116 урон и прекрасно, промах, промах. У нас просто очень, очень у нас такой вот живой и активный наш персонаж. Он, посмотрите, как уворачивается от всех ударов, но, тем не менее, все равно пропускает. И удар хороший проходит. Сейчас выстрел, вернее, в голову двойной проходит. 276, прекрасно, вообще потрясающе в ногу. В ногу попадаем 114. Здорово, давай хэдшотик. Ну, ах, промахиваемся. Гуль, гуль всячески пытается как-то нас остановить, но это у него, ребята, слабо получается. И двойное в голову, 403, все. Мы его завалили, 700, 70 хп. Ух ты, хотел сказать 700 хп, это было бы круто. Так, хорошая работа, я рад, что не ошибся в тебе. Вот так вот, 40 хп нам еще добавляет. Прекрасно, прекрасно, ребята. У нас остается лишь всего 500 опыта. Даже меньше, чем 500, и чтобы следующее задание у нас выполнилось. И у нас, отправляйтесь на поверхность победителя четвертого приезжего. Там их всего, получается, будет 10, и какой-то, может быть, там в дальнейшем будет босс. Ну, а сейчас мы займемся обыском палаток. Можно, наверное, это делать вот отсюда, будет, наверное, удобнее, да? Не знаю. Давайте заглянем к кому-нибудь в гости, и обычно, может быть, мы найдем сегодня щенка. Если нам повезет, это было бы просто, ребята, великолепно. Все ли правильно мы делаем или нет, я не знаю. Просто обыскиваем разные палатки наших друзей и смотрим. Ух ты, ну, в основном падают пока монетки. Посмотрите, монеточки падают у нас. У всех есть щенки! Зайди в вкладку питомца, чтобы увидеть щенка! Попался, хитрюга! Обалдеть, ребята, у нас щенок! Просто жирнейший, друзья, лайк за это. Просто мы нашли щенка, я сам не знал, как его найти. Но вот только что выпало задание, это просто потрясающе. Хорошая работа, я рад, что не ошибся в тебе. Так, погодите. Что-то я прямо аж на радости даже забыл, куда мне заходить. Сейчас мы-то... Давайте еще немножко пообыщем. Палаточки здесь, по-моему, какое-то максимальное есть количество. Можно в день, я не помню, больше 10, 62, дважды падает. Ничего себе! Нормально прям монеток можно собирать и... Так, обыскиваем 48. Посмотрите, монеток можно прям довольно много сейчас найти. Безумно интересно, а что же там щеночек у нас? Как мы его назовем? Я вот сейчас вот думаю, обдумываю фразы, как бы назвать нашего щеночка. Так, ну осталось еще, наверное, одну парочку палаток посмотрю. Ну, наверное, все, наверное, все пока. Давайте посмотрим, где наш щенок. Поздравляем! Твой питомец вылез из клетки и виляет хвостом. Возьми этот корм и покорми щенка. Ему нужно набираться сил. Только для питомцев, магазин для Боровицкой. Так, у нас 10. У нас корма там много. Так. Годи, я прям вообще... Так, 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 питомец. Вот он наш питомец. Так, сытость. Накормить питомца. Давай. Он кушает. А если я ему 10 дам накормить питомца? 10 ему. А мне 10 подарили корма, я понял. Сытость у него. Сытость 2. Сытость 3. Сытость 4. Сытость 5. Он у нас не объестся. Ему плохо не будет. А что делать-то с ним? Дальше, наверное, с ним нужно биться. У нас получается еще тут, посмотрите, один питомец у нас щенок овчарки. Может, как-то ему имя можно дать. И здесь еще 2, 2, я вижу, ячейки, которые могут еще, собственно... Вот наш питомец, посмотрите, вот он прям отлично, не знаю. Вообще прям потрясающе. Я просто вообще в шоке. Так, ладно, это круто. Это круто. У нас 5200 пулек. Это очень хорошо. У нас новое задание. Ньютон. Привет, мы с тобой раньше не встречались, но мне Митя про тебя рассказывал. Оказалось, мне с вами по пути. Меня Ньютой зовут. Я в метро, сколько помню себя. Я тут меткость решила повысить. Составишь компанию, увеличить меткость на 3 единицы. Да, без проблем. Давайте увеличим меткость на 3 единицы. И это нам... Так, характеристики суда. Меткость на 3 единицы. До 45. Качаем. Так, отлично. Все отлично. Держи свою награду. Еще увидимся. 50 кп, 50 пулек. Супер. Супер. Так, остается нам 800. То есть, мы вообще прям быстро, ребят, качаемся. Так, еще какое-то задание. Увеличить ярость на 3 единицы. 75 кп дают нам. И один жетон. Ох ты. Ярость увеличиваем. Без проблем. Давайте, может сейчас как-нибудь качнемся. Так, ярость. Увеличим, увеличим. Есть. Так, я доволен результатом. А теперь мне пора уходить. До встречи, мой юный друг. 50 кп. О, 75 кп нам начисляют. И один жетон. Это же вообще потрясающе просто. Так. Нам нужно посмотреть, а сколько у нас сейчас и в данный момент достижения коллекции питомцев. Вообще прям питомец интересный. Давайте побьемся с питомцем. Надеюсь, его не забьют, а. Мне прям его будет жалко, если его грохнут. Мне очень будет жалко. А что у нас торговец предлагает? Ох ты, нам предлагает по ПШ. У нас, кстати, открылось новое направление среднее оружие. Урон 13, 18. Владение средним оружием. Угу. Ммм, 15 жетонов он стоит. С ума сойти. Это дорого. Это реально дорого. Так. Ну, новая одежда. Все в жетонах, ребят. Посмотрите, здесь везде жетоны практически. Так. Ну, жетонов у нас не так много, чтобы мы покупали сейчас одежду на них. Так. Давайте мы тогда пойдем и просто побьемся с кем-нибудь. Вот, например, из этих вот, ребят. Так. Астромбодист. Давай мы тебя быстренько, наверное, сольем. Сразу же вот так вот все готово. Ух ты, нам падает чай. Чайный набор. Вау, вау, вау. Крутейший. 32 у нас КП. Так. Понятно. У нас еще один шпион. Давайте его сделаем, потому что у нас нет репутации. Репутация нужна. Так. У нас бой шпионом. Давайте тоже его валим. Я пока собаку, ребят, не вижу. Где наша собачонушка-то, а? Маленький щеночек-то. Он пока еще, наверное, слишком маленький. В боях он пока не участвует, естественно. Ну. Ну что ж, ладно. Давайте мы тогда, я думаю, наверное, мы можем сейчас отправиться. Выход со станции нажать, да? Прервать работу. А, ну да. У нас же какая-то работа же, по-моему, идет, да? Подожди-ка. А, забрать у нас. Окей. Все, забрали. Я тут, кстати, пока не играю в игру, там встаю на работу и работаю. Работа, работаем. Так. В итоге нам нужно сейчас отправиться вот сюда, но требуется пять. У нас разве нету пяти? Репутация. У нас должно быть репутация, все нормально. Так. Куда мы можем отправиться? Ну давайте до Новокузнецкой. Так. Войти на станцию. У нас, как раз, репутация нормальная. Мы ее набрали. Так. На репутации у нас... Че у нас здесь? Ага. Ага. Так. Работенка. Здесь у нас совершенно другая атмосфера. И торговец. Можете тут торговца взять. Карта Павелецкого вокзала. А у нас есть уже карта Павелецкого вокзала. Так. Может быть, какой-то фонарик. Все в жетонах, ребят. Хорошие вещи будут стоить дорого. А за 150, кстати, можно коричневые кожаные полуперчатки надеть. Они, в принципе, смотрите, два раза круче того, что мы носим. Так. А вот если за жетоны... За жетоны пока... Кипончик может быть другой. Нет? Нет, кипон не надо. А вот я бы, наверное, взял бы, пожалуй... Так. Я бы взял, наверное, вот эти вот перчаточки, мне кажется. В принципе, потратим там и немного на них. Но, тем не менее, они нам пригодятся. Они нам пригодятся. Они, по крайней мере, лучше вот этих вот однозначно. В два раза вообще по всем параметрам лучше. Так. Характеристики. Питомец наш. Я не знаю. Давайте мы накормим еще туда. Вкинем ему 10. Может, он так быстрее вырастет. А если еще ему 10 сытости сделаем. Можно будет как-то со временем. Ребят, расскажите про питомца. Кто в курсе? Мне будет очень интересно про него узнать любую информацию. Дать питомцу другую кличку. Давайте назовем его... Как мы в Фулауте называли? Наш был питомец, называли его Джек. Джеком. Назовем Джек. Рыжая немецкая овчарка. Первый уровень. Где получить магазин на Борцовской? Магазин на Борцовской. Может, там других питомцев можно покупать? Не знаю, ребят. Не знаю. Пишите. Пишите обязательно про питомца. Я с удовольствием почитаю, ребят, в комментах. Торговец Трифовый. Здесь у нас все четко налажено. Да и зарплата повыше, чем на Павелецке. Все лучше для своих сечешь. Сходи к пахану. Получишь ксиву. Сможешь зашибать пульки. Устройся на работу. У начальника станции перед этим необходимо получить прописку. Так. Какой там предлагает работу? У начальника станции получить какую-то прописку перед этим? Что? Где? Так. Так. Репутацию нам надо сколько? Требуется 15, да? Чтобы здесь получить работу, требуется 15 авторитета бандитского. Окей. Окей. Так. Ладно. Давайте еще погуляем. Пойдем на театральную. Третьяковского на что там нужно? Рекомендуется уровень 10. 10 уровень нужен, чтобы туда вообще сгонять, на Третьяковскую. Давай туда отправимся. В принципе, мы здесь же были, да. Че? Можно, конечно, поучаствовать в скачках. В прошлый раз нам не повезло. Хочешь испытать свою удачу, сделать ставку в красивых бегах. Выйти на поверхность. А если мы здесь выйдем? Например, нам нужна карта местности. Ага, понял. Все. Давайте букмейкеру. Давайте попробуем, ребята, ставочку поставить. В прошлый раз мы проиграли. Но, может быть, в этот раз нам повезет. Ставим два жетона. На дядю Гиви. 25 процентов, что он выиграет. 21 процент это Беладонна. Лаки 39. Днище 4. Ну, давайте на Лаки. Давайте на Лаки, ребят, поставим. 41 процент все-таки. Давай, Лаки. Лаки, давай, тащи, пожалуйста. Мы на тебя ставку поставили. Два жетона. Нам пока на втором месте на первый вырывается. На первый вырывается Лаки. Удерживает позицию. Но соперники. Соперники-крысы. Они просто реальные. Крысы, черт возьми. Давай, Лаки. Давай, 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 давай. Я на тебя поставил два жетона. Я не могу повторять. Постоянно проигрывать. Нет, Лаки. Но, черт возьми, мы опять проиграли. Капец, жесть. Ребята, два жетона мы проиграли. Ну, просто не везет мне на крысах. Не знаю. Пока у бэкмейкера две ставки делали, две проиграли. Так. Устройство на работу, начальника станции. 30 кп мы за это получим. Окей, я хочу пройтись вот сюда. Я хочу пройтись вот сюда. И мы сейчас отправимся, наверное, на театральную. Давайте сгоняем на театральную. Там нужно требуется... Ага, 10 авторитета немножко другого. Красных, да? Что там нужно? А если мы сейчас там завалим этого охранника, который стоит у нас на пути, а? Ребят, если вот так мы сделаем, а? Попробуем завалить охранника, который охраняет станцию метро. Так, у нас здесь крыса, посмотрите. 2200. Ну-ка, давай. Ого, какая мощная-то. Так, 3 хп. Мы завалили крысу. Это прекрасно. Но здесь крыса серьезная, ребят, была. Она все-таки 7 уровень, поэтому мы идем туда, где там требуется хотя бы 10 уровень. Не знаю, сможем ли мы туда пройти или нет. Так, репутация у нас всего 2, а требуется 10. Откупиться. 3 жетона. У тебя не хватает репутации для прохода на станции плати или проваливаем. Давайте его завалим. Вот что будет, если мы его просто сможем... У него, смотрите, калаш. Походу нам... Походу мы проиграем. Ну, давайте попробуем. Атаковать. Давай. Попали. Ох, нифига себе! С калаша-то, конечно. Ты смотри, что он творит. У нас жизни, у нас жизни побольше. Пятнашка. Мы слабо, мало-мало отнимаем. С калаша-то, естественно, у нас завалит, по-моему. Давайте быстрый бой сделаем. Ох, ё-моё! Не падайте духом, повезет в другой раз. Да, ребята, да. Нам туда пока еще рано, рано. Ну, либо надо авторитет. Вот здесь вот это вот зарабатывает репутация у красных. Нужно зарабатывать побольше. Окей. Так, ну что ж. Я думаю, на этом пока мы серию будем завершать, друзья. Увидимся в следующей серии. Если вам интересна эта игрушка 2033, вы хотите, чтобы серии выходили почаще, обязательно, ребята, ставьте лайки. Пишите в комментариях по поводу мне питомца, потому что я вот пока не понимаю, как у нас он будет расти. Может, там нужно время, чтобы прошло, или что нужно делать. Я не знаю. Базовое значение какое-то. 80 у него жизни. 4,7, я так понимаю, у него атака. Ну, я его накормил. Посмотрите, у него сытая с 25. Спасибо вам, ребята, за корм. Спасибо всем за подарочки, которые вы мне присылаете. Огромное спасибо, друзья. Я это очень-очень ценю. Ну, и вот наш маленький Джек подрастает, ребята. С вами был Родригес. Я сам желаю хорошего настроения, успехов, удачи. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Twitch-канал, группу ВКонтакте. Делитесь всем видео с друзьями. До встречи. Всем счастливо. И пока-пока.